В эфире новости сейчас. В студии для вас работает Андрей Бендер. Здравствуйте. Вначале по традиции, коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девять мячей без ответа. Байкал Энергия взяла верх над Родиной. Кто в нашей команде отличился хэт-триком, а кто дублями, расскажем в блоке спортивных новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 18 марта в Приангаре прибудут 50 наблюдателей, чтобы следить за ходом выборов президента России. Сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с представителями организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, из Армении и Нидерландов. В день выборов они будут посещать участковые избирательные комиссии. В Приангаре представители международной миссии будут находиться до 25 марта. На Байкале еще одна компания получила статус резидента особоэкономической зоны. Соответствующее регистрационное свидетельство выдано Минэкономразвития России компании «Вектор Байкальск». Их проект по строительству гостиничного комплекса был поддержан членами Совета по особоэкономической зоне туристско-рекреационного типа. Инвестор готов вложить в бизнес-проект почти 170 миллионов рублей. Компания «Вектор Байкальск» стала седьмым резидентом. Из областного бюджета выделено 124 миллиона рублей на создание сетей водопровода и бытовой канализации. Этих денежных средств достаточно для обеспечения потребностей действующих резидентов. Сейчас в особоэкономической зоне ведутся подготовительные работы к строительству инженерной инфраструктуры. Объединенные двигатели строительная корпорация «Пермские моторы» предоставит при Ангаре двигатели для летных испытаний МС-21. Об этом сообщается на сайте компании. Корпорация «Иркут» подписала с предприятием договор на поставку пяти двигательных установок ПД-14. Поставлять главную часть новейшего российского лайнера начнут к концу 2018 года. К тому времени двигатель должен получить сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта. Испытания лайнера запланированы на 2019 год. Присутствовать на них будут и сами изготовители. ПД-14 – базовый турбовентиляторный двигатель, который создается с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ» родителями прошла в Иркутске. Несколько десятков человек, в их числе и наша съемочная группа, сдали один из двух обязательных экзаменов – русский язык. Сколько баллов набрала моя коллега Галина Тюрнева? Узнаете в следующем материале. На входе в аудиторию тот самый досмотр, которым пугают выпускников, но по факту он занимает меньше минуты. Телефоны и правда пришлось отдать. Здесь все серьезно. Несколько десятков взрослых людей сегодня пишут «Единый государственный экзамен». На самом деле, за несколько минут до начала состояние достаточно волнительное. Ничего на столе нет. Вот только паспорт, номерок. Мне разрешили пронести микрофон. У нас будет 30 минут. И сдаем сегодня наш профильный русский язык. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. День проведения экзамена в период с момента входа в ПП и до окончания экзамена запрещается. Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Без фото и видеоаппаратуры здесь сегодня, конечно, не обошлось. Это, пожалуй, главное отличие от настоящего экзамена. По новым правилам контрольно-измерительные материалы распечатывают прямо в аудитории. Такая технология позволит избежать утечки информации. Еще одно новшество. Бланки теперь черно-белые и односторонние. Пишем сокращенный вариант. Вместо 25, 8 тестовых заданий плюс сочинение. Но родители здесь думают не о баллах, а о том, что посоветуют своим выпускникам. Сосредоточиться, подумать, иметь хороший словарный запас и, конечно, много читать. Когда читаешь, потому что нужно привести примеры не только из жизни, но и опираясь на художественную литературу. За партами журналисты, родители, члены правительства Иркутской области. Акция «День сдачи его родителям» — это всероссийское мероприятие. Его цель — помочь выпускникам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой и сдачей ЕГЭ. Но вот получается ли успокоиться? У зампреда правительства региона Виктора Кондрашова в школе по-русскому была пятерка. Сдать экзамен, говорит, оказалось труднее, чем он думал. Сложно. Во-первых, учитывать то, что я, наверное, отстал от жизни уже, я не понимаю, что изучаю в школе. Хотя вот та база, которую мы делали, наверное, в свои годы обучения, она сыграла роль. То есть первую часть задания выполнить достаточно быстро можно. Единственное, нужно было разобраться, как правильно прочитать задание. Мы уже об этом говорим, что сразу начинаешь решать ответы и не можешь понять, почему так. И только потом я понимаю, а я еще очки забыл, поэтому нужно вернуться в начало, прочитать текст, и из него сразу становится понятно, что надо делать. Дальше как кроссворд, очень быстро вписываешь буквы и все. Ребенок, выходя из средней школы, конечно, в большей степени заточен на оперативную память по русскому языку. На готовность, ну так скажем, в какой-то степени даже машинальную, грамотно тут же увидеть это предложение, увидеть где-то какие-то пропуски и так далее. И нам, взрослым, здесь может быть даже чуть посложнее, потому что вот приходится что-то вспоминать. Полчаса многим едва хватает, но я сдаю одно из первых. Как итог, 27 баллов из 31 возможного. Если переводить в привычную систему оценок, считай пятерка. На настоящем ЕГЭ по-русскому все будет точно так же, разве что дата на доске будет другая. Основная часть учащихся сдавать ЕГЭ по-русскому будет уже в мае. Правда, есть досрочные экзамены, они стартуют уже в марте и предназначены для тех, кто в силу ряда обстоятельств должен раньше закончить итоговую аттестацию. В этом году ЕГЭ сдавать будут около 15 тысяч жителей Иркутской области. Галина Тернева, Константин Синицын. Новости сейчас. И в продолжение темы определены самые популярные предметы для ЕГЭ по выбору в Иркутской области. На первом месте традиционно общество знания. Его будут сдавать более 8 тысяч человек. Вторая по популярности физика. Ее выбрали вдвое меньше. 4 тысячи школьников. И замыкает тройку лидеров история. Итоговую аттестацию по ней пройдут 2 тысячи человек. Роковая ошибка на трассе. Три человека погибли в аварии в Черемховском районе. ДТП произошло сегодня утром около деревни Худорожкино. Водитель молоковоза «Хюндай» не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с лесовозом. КамАЗ с прицепом, груженный лесом, двигался в попутном направлении. От удара бревна, находившиеся в прицепе, высыпались прямо на кабину фургона и деформировали ее. От полученных травм водитель молоковоза и двое пассажиров скончались на месте. Почему дайверу не хватило кислорода, теперь будут выяснять следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 49-летний иркутянин не смог выплыть после погружения под лед Байкала. Владимир Пиханов расскажет, как развивались события трагического дня. Все случилось в минувшую субботу. Вблизи пристани Рогатка, между поселками Никола и Листьянка Иркутского района, Двое дайеров решили погрузиться под лед озера Байкал, недалеко от берега. Иркутянину Олегу Бабку было 49 лет. Обладатель крапового берета, участник боевых действий в Чечне. До пенсии служил в спецподразделении. Как сегодня рассказывают друзья, вместе с 17-летним сыном Олег не планировал заплывать далеко, а потому не предусмотрел дополнительных мер безопасности при погружении. Без подводного компаса и веревки, по которой можно вернуться обратно. Однако, как известно, вода не прощает ошибок. Пусть глубина в том месте составляет чуть больше трех метров, ее хватило, чтобы заблудиться. В результате, в темноте, под толстым слоем снега, льда и воды, дайверы не смогли найти выход на поверхность. Не дошел до чистой воды. То есть я сам погружался. И, конечно же, там без компаса, без фонарика, то есть очень тяжело сориентироваться. Я, насколько знаю, Олег был без компаса, и именно это ему помешало найти свое время на выход подо льдом. Ну, это не хватило воздуха, человека не стало. Байкал, лед, соответственно, буквально 5-7 метров погружения, ничего не видно. То есть там даже трех метров ничего не видно. Поэтому Олег был опытный человек. Может быть, я того и сгубил, чтобы без компаса пошел. То есть слишком понадеялся на себя. Сын предложил отцу свою кислородную маску, но тот отказался. По-видимому, чтобы молодой человек смог спастись и добраться до места погружения. И ему удалось. Но на поверхности подросток едва не погиб под буксиром, который шел в их сторону. Они что, его не видят? Или что? Они прям по нему проехали. Прибывшие на место специалисты байкальского поисково-спасательного отряда достали дайверов из-подо льда. Молодого человека с сильным переохлаждением госпитализировали в Иваново-Трюнинскую больницу. К сожалению, откачать мужчину не удалось. Это показания компьютера для дайвинга. Олега Бабко. Они показывают уровень воздуха, время нахождения под водой и глубину погружения. На экране дайвера отчетливо видно глубину погружения. Три метра, а также время нахождения под водой. Более сорока минут. Как такое могло произойти сныряльщиком, за плечами которого свыше пяти лет стажа и с максимальным погружением? 70 метров для его друзей остается загадкой. Выяснить детали теперь предстоит следователям. Владимир Пиханов, Александр Барановский. Новости сейчас. Школьник Родион Терехов из Тулуна получил медаль из рук министра обороны России Сергея Шойгу. Награждение прошло на молодежном патриотическом форуме «Я юна армия», куда приехали около 8 тысяч детей со всей страны. Родион Терехов спас двоих тонувших на реке Ие детей летом прошлого года. Он вытащил мальчиков из воды и оказал им первую помощь. Торжественно клянусь, 30 иркутских школьников вступили в ряды курсантов Патриот-центра. Сегодня расположенный на его базе клуб «Святослав» принял на военное обучение учеников 8-11 классов. После торжественного внесения знамени курсанты приняли присягу на верность России. В центре «Святослав» будущие призывники проходят обучение перед службой в армии. Также изучают огневую, воздушно-десантную, военную-медицинскую и горную подготовки. Военно-патриотический клуб создан в 2015 году по инициативе отставных военных и размещался на базе Иркутского техникума экономики и права. В ноябре 2017-го «Святослав» переехал в отремонтированный Патриот-центр. Во второй части нашего выпуска вы увидите. Рекорд Иркутской области установил Дмитрий Соколов. Фридайвер проплыл без снаряжения 100 метров. За какое время он это сделал? Пеший ночной поход, приуроченный к 300-летию российской полиции, совершили курсанты Восточно-Сибирского института МВД. Они установили флаг на пике Черского. Две игры – одно поражение. Хоккеисты ангарского Ермака принимали в выходные Южный Урал. С каким предварительным результатом едут на игры к соперникам? Вы смотрите новости сейчас. Продолжаем выпуск. 24 золотых медали получили молодые профессионалы. В Иркутске подвели итоги третьего открытого чемпионата WorldSkills Russia. На церемонии закрытия побывала наша съемочная группа. В зале участники третьего открытого чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia и Иркутской области. С минуты на минуту они узнают имена победителей. На протяжении четырех дней 169 человек состязались в 21 компетенции. Медали получат только лучшие. Открывает церемония награждения губернатор при Ангаре. Конкуренция в будущем будет возрастать. И профессиональное мастерство будет расти. Поэтому настраивайтесь на то, что в этом году было все равно легче, чем будет в следующем. В следующем будет сложнее. Поэтому готовьтесь в течение года еще более предметно. Я хочу поблагодарить всех участников, потому что я видел ваше настроение. Я видел, что вы стремитесь познать азы вашей профессии, сделать все как можно лучше. В Приангаре региональный чемпионат проходит в третий раз. Интерес к состязаниям растет среди молодых специалистов. Поэтому в этом году организаторы добавили шесть новых компетенций. Кроме того, свои силы на чемпионате пробовали юниоры. Это ребята в возрасте от 16 лет и младше. У нас есть очень высокие шансы. И это показывают два предыдущих чемпионата. Наши ребята обучаются нисколько не хуже, чем в других регионах. И у нас большой шанс попасть на чемпионаты уже высшего уровня и принести победу Иркутской области. Обладателями золотых медалей стали 24 участника. Серебро забрали с собой 23 конкурсанта. Бронзу 21 человек. Еще 16 ребят получили медальоны за профессионализм. Моя мечта поступить в Московский педагогический колледж, дальше развиваться. И хочу открыть свое учреждение. Я думаю, эта награда как раз мне поможет. Те навыки, которые я здесь приобрела. Конкуренты были сильные, действительно. Но сложность, наверное, была все-таки именно ожидание результата вот этого момента. И все-таки мы его дождались. Победители регионального этапа уже в марте примут участие в отборочных соревнованиях, где будут бороться за право отправиться в августе на Сахалин. Там пройдет национальный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Анастасия Цыганкова, Сергей Полянский. Новости сейчас. Памятные знаки к 300-летию российской полиции появились на пике Черского. Флаг и плакат подготовили курсанты Восточно-Сибирского института МВД. 32 курсанта-первокурсника отправились в пеший поход и впервые преодолели маршрут без ночевки. Половина из участников экспедиции – девушки. До Слюдянки группа добиралась на электричке. Оттуда будущие полицейские отправились к своей цели пешком и преодолели около 50 километров горной местности. По традиции поход состоялся ночью. Стоит отметить, во время прохождения одного из самых опасных хребтов в горах кардинально изменилась погода. Но даже метель не развернула группу обратно домой. Все участники экспедиции благополучно добрались до пика Черского. Боком по чистому льду на Вершовском заливе в Иркутске состоялся четвертый этап зимнего дрифта Ice Drift Madness. Мастерство управляемого заноса демонстрировали 26 пилотов из Иркутска, Ангарска, Шелихова и Братска. На соревнованиях гонщики развивают скорость до 110 километров в час. Протяженность дрифт-трека – 1,7 километра. По итогам парных заездов победу одержал иркутянин Петр Тихомиров. Серебро увез пилот из Братска Илья Попов. Бронзу взял Алексей Шульгин из Иркутска. Последний получил высший балл в квалификации и кубок – мастер квалификации. Впереди еще несколько этапов. Кто станет чемпионом, пока неизвестно. Организаторы обещают зрелищные заезды. Новый рекорд Иркутской области установил фридайвер Дмитрий Соколов. Иркутянин нырнул в Байкал без снаряжения. За какое время он проплыл 100 метров подо льдом, узнаете из следующего материала. Гидрокостюм, маска, ласты и страховка – это все оборудование. На берегу Байкала Дмитрий Соколов готовится к погружению под лед. Фридайвингом или свободным погружением иркутянин занимается четвертый год. Неоднократно становился рекордсменом, готовится побить собственный и проплыть подо льдом озеро без кислорода 100 метров. На берегу поддерживают коллеги и друзья. Это сложно, потому что до этого никто не проплывал такие дистанции. И сложности заключаются в том, что, во-первых, это закрытая акватория. То есть ты плывешь подо льдом и не можешь сплыть в любое время. То есть только в определенных точках, где вот сделали майны. Это раз. И второе – это холодная вода. Соответственно, толстые костюмы, много грузов, то есть тяжелое оборудование, с которым достаточно сложно плыть. Дмитрий готовился к этому два месяца. Технику отрабатывал в одном из бассейнов Иркутска. На момент погружения температура воздуха в поселке Листвянка – минус 12 градусов и ветер. Температура воды – ноль. На берегу дежурит машина скорой помощи и сотрудники МЧС. Также на льду Дмитрия страхуют коллеги. Под водой сопровождают дайверы. 100 метровку иркутянин проплывает за 97 секунд. Сам не ожидал, что так быстро поеду. Казалось, еще метров 20 плыть и плыть, а уже вот метка. 150 свобод? Не сейчас, не сегодня. Надо отдохнуть. На следующий раз. Посвящаю развитию этого вида спорта Федерации фридайвинга на Байкале. Это как бы такой довольно экстремальный вид ныряния подо льдом. Но у нас вода, она твердая. Приходится нырять в твердую воду. Мне нельзя ни волноваться, ни бояться, потому что фридайвер должен быть максимально спокойный и настроен на нырок. Единственное, как-то волновался я, наверное, за людей присутствующих, что они будут волноваться за меня. Показатель, установленный Дмитрием Соколовым, официально занесен в Книгу рекордов Иркутской области. В ближайшее время фридайвер получит соответствующий сертификат. Анастасия Цыганкова, новости сейчас. 310 человек встали на лыжи для участия в чемпионате и первенстве Иркутской области. Состязания проходили в рамках БАМ «Ангарский марафон-2018». Самые юные участники в возрасте от 3 до 8 лет проехали полкилометра в марше малышей. Для мужчин организаторы подготовили дистанцию 50 километров. Лидером стал чемпион прошлогоднего БАМ «Раша Лопет» Евгений Иванченко. Следом на финиш пришли два усольчанина – Петр Дейкин и Леонид Хохряков. Женщины преодолевали дистанцию 30 километров. Победа за ангарчанкой Людмилой Досаевой. Эти состязания для спортсменов стали тренировочными перед главным событием – лыжным марафоном «Раша Лопет», который пройдет 10 марта. Хоккеисты «Байкал Энергии» разгромили родину. Очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом прошел на стадионе «Труд» в Иркутске. «Белосиние» отправили в ворота соперников 9 безответных мячей. Хэт-трик на счету Евгения Иванушкина. На дублем отметились Павел Дубовик и Никита Иванов. По разу отличились Артем Фероян и Руслан Тримаскин. Каждый по ходу матча решался задача, мы решали свои задачи. То есть это нужно было наладить игру в пас в атаке. То есть очень много не забивали в последних играх, поэтому попросили ребят, чтобы они покомбинировали, чтобы движение было вообще командным хорошим, поэтому в принципе что-то получилось где-то, а что-то нет. Говорить о какой-то игре нашей команды, наверное, мягко сказать, не приходится. Вообще хоккей с мячом – это вид спорта, когда, если разница в мастерстве даже незначительная, то счет может быть довольно-таки большой. А когда разница в мастерстве, индивидуальное мастерство игроков на порядок ниже, чем у соперника, то, естественно, вот такие счета и получаются. Следующий матч «Байкал Энергия» проведет в Сыктывкаре. 27 февраля «Белосиние» сыграют с местным клубом «Строитель». Ангарский «Ермак» в рамках одной восьмой серии плей-офф высшей хоккейной лиги в выходные принимал клуб «Южный Урал» из Орска. В первом матче «Оранжевые» одержали победу со счетом 3-2. Вторую игру провели менее успешно, уступили 3-4. Ответные игры пройдут в Орске 27 и 28 февраля. Для выхода в следующий раунд в «Ермаку» нужно одержать 4 победы. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Смотрите наши новости на сайте www.astv.ru, а также в группах социальных сетей. Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте. Комментируйте материалы и предлагайте свои новости. Все социально значимое или просто любопытное мы непременно покажем в эфире. К этому часу это вся информация. Я с вами прощаюсь. До встречи на нашем канале.